17 офицеров, 14 контрактных военнослужащих и 43 солдата срочной службы войсковой части 26-345 реализовали свое избирательное право на участке в Курбатском. Процесс голосования по-военному четко отлажен. Срочники в сопровождении офицеров прибывали организованными группами по 15 человек, чтобы исполнить свой гражданский долг. Стране нужны нормальные правители, власть. Власть она власть. Страна должна управлять. Беспорядка не должна быть в стране. Нужны быть люди, которые могут управлять в стране. Поэтому, я думаю, это долг каждого проголосовать. Я считаю, что выборы – это важный момент для каждого гражданина РФ, потому что мы выбираемся не только президентом, мы выбираемся в будущем. Поэтому в этом плане не нужно сидеть дома с ложаной диване, нужно прийти и проголосовать. Не нужно быть мертвой душой, а нужно в этом плане быть поактивнее. И каждый голос важен. Электоральную активность проявили и хуторчане. Участок не пустовал в течение всего дня. Для жителей более старшего возраста работала мобильная группа с урнами для голосования. В целом явка здесь составила более 90%. Я пришел сегодня голосовать, чтобы изъявить свое желание выбрать своего президента. Это же наше будущее. Выбираем, чтобы была правильная жизнь. Всего в Анапском сельском округе работали 10 избирательных пунктов. Это самый многочисленный округ муниципального образования. Руслан Душевский, Анапа. Регион.